На библейский портал Экзегет пришел вопрос, что есть воздержание. В воздержании есть усилие человеческого духа и воли для того, чтобы дух господствовал над телом. Потому что тело хочет одного, как говорит в пятой главе послания Галатам апостол Павел, а дух хочет другого. Они друг с другом борются, они хотят разного. Грубо говоря, тело хочет лежать на диване и щелкать пультом, а дух стремится к Богу. И в воздержании есть постоянное волевое упражнение в подчинении телу человеческого, человеческому духу. Это не значит, что жизнь, тело человека полностью отвергается в библейском взгляде. Нет. Есть очень красивый образ, очень точный образ у Сергея Фуделя, такого замечательного духовного писателя. Он говорит, что если у вас есть собака, и она сидит под столом, у нее там миска, и если вы кидаете ей туда кость, она вам с благодарностью лижет руку и съедает эту кость, то все хорошо. Но если собака запрыгнула на стол, ест из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь ее окоротить, она кусает вас за руку, то вот это безобразие. Вот тело человека не должно диктовать духу, как ему жить. Для этого необходимо воздержание. Вообще христианство невозможно без аскезы. Никак невозможно. Невозможно подчинить плотскую жизнь, жизнь духовной, без упражнения воздержания, только через болезни. И поэтому очень многие святые отцы, например, Марк Подвижник или Максим Исповедник, они говорят о том, что если человек верит во Христа, но при этом никак не упражняется в воздержании, то Господь, раз он этого не хочет, восполняет отсутствие воздержания болезнями для того, чтобы ограничить плотскую жизнь человека, чтобы расцвела духовная. Вот поэтому лучше упражняться в воздержании самому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...